В Ростовской области из-за наплыва приезжих на приграничных с Украиной территориях введен режим чрезвычайной ситуации. Только за сегодняшний день, 5 июня, более 8 тысяч украинцев пересекли границу и оказались на территории региона. Беженцев ждут во многих российских городах. Интернет пестрит приглашениями от совершенно незнакомых людей. Жители Восточной Украины абсолютно бескорыстно готовы принять многие российские семьи. С теми, кто теперь живет в Рязанской области, встретилась Елизавета Дорохина. Свист пуль, шум самолетов. Забыть эти звуки Кристине Валевской будет нелегко. Девушка до последнего ждала, что в родном Славянске все наладится, что киевские власти услышат Юго-Восток и прекратят карательную операцию. Но с каждым днем становилось все хуже. Кристина приняла решение бежать в Россию, оставив родственников, работу и привычную жизнь. Но говорит, даже не представляла, как сложно это будет сделать. Нет зеленого коридора, не пропускают абсолютно. Еле выехали, смогли. Получилось так, добралась через Харьков, потому что у нас ничего не ходит, железная дорога не работает, невозможно выехать абсолютно. Сегодня Кристина оформляет временное проживание и понемногу вспоминает, что такое мирная жизнь. Освоиться на новом месте помогает Мариам. Она с трехлетним сыном здесь в Рязани уже три с половиной месяца. Покинули Николаевскую область еще до эскалации конфликта. Мариам признается, словно что-то заставил собрать вещи и поскорее уехать. Интуиция не подвела. Вскоре пламя погромов перекинулось и туда. Приехали в Рязань 23 февраля, в день защитника Отечества. Но вот только главный их защитник, муж и отец военные и остался на Украине. Мне сказали, что нужно российское гражданство и минимум полгода здесь прожить, то я осталась здесь, чтобы попытаться обеспечить ему это увольнение. Сейчас уже военное положение во всех областях, поэтому сейчас ни при каких условиях его не уволят. Есть даже контрактники, которые контракт уже закончился у них, но все равно не увольняют. Ежедневно только в Ростовскую область прибывает все больше беженцев. Данные разнятся от 3 до 8 тысяч человек в сутки. Уже оттуда они разъезжаются по всей стране. В Рязанском отделении миграционной службы также фиксируют увеличение числа граждан Украины. Вот только гражданами той страны большинство из них себя считать уже не хочет. Разрешение на временное проживание – первый шаг к получению уже российского гражданства. Это позволяет им устраиваться на работу, а затем устраивать новую жизнь. Придя в какую-то организацию, предъявив паспорт, в котором будет стоять штамп о том, что у него есть временное проживание, либо вид на жительство, удостоверение вид на жительство, он может также спокойно работать без разрешения в любой организации. Кстати, срок рассмотрения заявления о приеме в гражданство России будет сокращен с 6 до 3 месяцев. Заявителю нужно будет лишь пройти собеседование на знание русского языка. В восточных районах Украины, традиционно русскоязычных, к этому экзамену готовы многие. И главное, многие готовы сделать решительный шаг – бросить все, чтобы спасти свою жизнь и жизнь близких. Елизавета Дарухина, Валерий Чикин, Вести, Рязань.